Так, все, запись пошла. Кто может, включайте камеры. Я точно так же, как и вы, буду рада вас видеть во осень, живую. Так, вот Радик подключился. Радик, приветствую тебя. Так, Елена, кто тут? Ольга. Добрый вечер всем. Только, друзья, пожалуйста, да, спасибо, что вы открываетесь. Пожалуйста, только микрофончики отключайте, да, чтобы лишнего шума не было у нас. Договорились? Хорошо. Решила, знаете, почему провести? Потому что я вижу, как нам присоединяются мужчины. Надя, привет. Да, Улан Батор тоже с нами. Классно. Улан Удэ. Улан Удэ, да. Да, да. Надо видеть. Потому что, на самом деле, мужчины, да, молодежь присоединяется. Это очень классно. И именно поэтому я сегодня взяла такую тему, да, почему мужчины приходят в сетевой, почему они выбрали именно нашу компанию. И в процессе эфира, да, спикеры вот Радик, Сабир Сулейманов, Хабир, если сможет добавиться, да, и в конце Оскар. С Турции – это тоже человек, с которым я познакомилась, будучи в Монголии. Это было в августе месяце этого года. Значит, друзья, вот мужчины, да, мужчины-красавцы, пожалуйста, откройте такую, может быть, для нас завесу, да, касаемо надежности, касаемо денег и касаемо возможности работы. То есть какие больше преимущества, да, вы для себя выбрали, когда вы только-только приняли решение зайти в компанию. То есть какую большую роль вот для вас сыграло, да. Ну и, конечно же, расскажите, поделитесь своей историей, кто вы, откуда, что для вас вообще компания Минтернешнл. Ну, в общем, вы будете делиться своими, да, уже какими-то фишками, потому что мы действительно хотим взять по максимуму сегодня от вас. Сабир здесь, но он что-то камеру пока не включает. Сабир, если ты здесь, включайся. В общем, я сейчас хочу представить человека. Это Радик Минжеддинов. С этим человеком я познакомилась впервые, когда мы начинали проводить эфиры, проводить зумы. И вживую я с ним увиделась уже тогда, когда мы первый раз приехали в Уфу. Было мероприятие, отмечали, по-моему, четыре года компании, да. Вот я, насколько помню, это было в большом ресторане. Вот, и впервые я познакомилась с ним там. А потом уже были следующие мероприятия, где мы встречались с его супругой, вообще с его семьей. И хочу, друзья, вам показать некоторые фотографии. Сейчас я их приготовила. Я надеюсь, вы их сейчас увидите. Скажите, видно вам фотографии? Что-то у меня тут на много-много картинок все расплылось. Видно фото? Радик, не слышно тебя? Видно? Да, да, видно. Видно, да? Все хорошо, да? Да, вот как раз-таки вот это фото символизирует то, что мы впервые на сцене познакомились, да, сделали общее фото. Мне вообще, знаете, я как-то вот, не знаю, душой, сердцем полюбила эту семью, потому что настолько искренние люди, настолько добрые, простые. И самое интересное, что вот эта семейная пара, да, они, знаете, они настолько неусидчивые, потому что они вместе со своей семьей, со своими детьми ездят по разным городам, да, то есть сегодня они, допустим, в Ельске, завтра они там уже в другом городе. И, в общем, у них постоянная такая движуха. Вот они мне этим прямо вот изначально сразу так вот запомнились. Следующее фото, вот видите, да, это тоже мы делали тогда, когда приезжал Мачо Ян. Впервые в город Уфа был зал у нас на 500 человек. В общем, было так здорово, было так классно, настроение просто суперское. Я не знаю, у меня тогда просто, ну, огонь был, выросли крылья, и я действительно была самой счастливой. И здесь вот уже на таком общем фото, да, когда наша команда, да, в составе двух братьев, Сабир Хабир Сулейманов, Радик вот с супругой, да, с детьми, то есть у них трое детей, да, и на баннере M International. Друзья, ну, это вот, знаете, такие для меня сейчас это исторические моменты, потому что я вот вспоминаю, настолько мне становится тепло, и вот эти вот воспоминания, да, они со мной до сих пор живы, поэтому я вот хочу с вами этим поделиться. Так, следующая фотография, да, там уже идет Сабир. Сейчас, Радик, я тебе передаю слово, пожалуйста, вещай, да, расскажи свою историю, поделись все-таки с нами, касаемо, вот, опять же, возможностей, да, то есть что ты для себя выбрал, надежность, деньги, или же ты увидел, может быть, для себя какие-то новые перспективы, да, уже зная о компании. Итак, тебе слово. Благодарю, благодарю, Юля, благодарю всех участников, кто зашел, я смотрю, уже 35 участников у нас, 34, организатор, очень масштабный ты человек у нас, очень медийная, тебя очень приятно слушать, да, ты мне напоминаешь одну нашу известную актрису, да, ты знаешь, о ком речь, да. Но ты, в любом случае, ты уникальна по-своему, ты нам тоже очень нравишься, мы сразу с первых дней поняли, что мы, у нас очень много общего, нас многое объединяет. Благодарю еще, что она нас так красочно представила, нашу семейную пару, да, я Радик и вторая половинка Гузель. Значит, ну, в двух словах о себе скажу, что я профессиональный военный, с 98-го года я в отставке, и с 2000-го года я начал предпринимательскую деятельность. На данный момент у меня 4 вида бизнеса, но все эти 4 вида, я их спокойно делегировал, да, и у меня появился, к нашему счастью, наш семейный бизнес под названием ММ Интернешнл, вот. Я нисколько не жалею, а наоборот, с каждым днем мы все больше и больше влюбляемся в этот прекрасный бизнес, да, потому что правильно Юля сказала, здесь и надежность, и перспективы, и возможности, и здоровье, и деньги. И я не могу, ну, не сказать, вернее, отказаться от какого-то из этих пунктов, потому что вот все, что я перечислил, и все, о чем говорила Юля, вот это как раз это в этой компании. Потому что на сегодняшний день, наверное, очень трудно, да, развиваться. Вот у меня как раз вот был недавно разговор с моим напарником, компаньоном по бизнесу. Вот с каждым днем в традиционном классическом бизнесе, да, все труднее и труднее развиваться и получать доходы, заработки, вот. То есть заработать на сегодняшний день, да, вот ключевое слово, я не люблю это слово заработать, потому что корень слова раб. То есть ты находишься в рабстве, неважно, в какой ты сфере бизнеса, в найме ты находишься, если в найме, то тем более ты в рабстве. А если ты в традиционном бизнесе, то ты постоянно привязан к этому традиционному бизнесу. И поэтому вот один из основных моментов, который мне очень нравится, и нам, нашей семье, очень нравится, да, я думаю, всем нашим партнерам, это именно свобода. То есть мы, правильно Юля сказала, благодарю тебя, вот мы сейчас уже больше месяца в Ейске, и вот только что сидели, обедали вместе с Грузель, она говорит, что-то мы засиделись, что-то мы тут засиделись, уже месяц, да, хотя вот за это время мы путешествовали, ездили в Краснодар, нас семейная пара тоже, Симонякины, прекрасная пара, в Краснодар пригласила, мы выступали у них на презентации, несколько раз ездили, вот за это время были четыре раза в Ростове, то есть две презентации официальные, и встречались еще с теми партнерами, ну вот с новыми партнерами, которые были, ну и, само собой, в Ейске тоже. И вот несмотря на это, что мы, находясь в Ейске, путешествуем все равно, да, тут близлежащие города, большие Ростов-Краснодар, мы уже тут засиделись, вот. Поэтому вот одна и один из таких важных моментов, что это возможность путешествовать, то есть путешествуя мы зарабатываем, да, и зарабатываем, ну я не люблю это слово, получаем доходы, вот, именно доходы. Потому что возможности нашей компании, они просто не ограничены, то есть маркетинг так придуман за нас с вами, то есть вы получаем просто готовую модель бизнеса, ничего выдумывать не нужно. Вход в этот бизнес, минимальный вход, пока идет акция, пользуясь случаем, да, Юля, идет акция, осталось всего несколько дней, считанные дни, 10 дней, и все. И как бы, как мне понравилось, сказала Надежда, карета превратится в тыку, поэтому придется просто заплатить потом в два раза дороже. Зачем платить в два раза дороже, если вот именно сейчас это нужно сделать за полцены? Вот, поэтому именно вот эта вот доходная часть, конечно, она очень сильно привлекает. И те люди, которые вообще изначально, мы с Гузель зашли на продукцию. Я, по сути, по своей Фомане верующий, почему я попал в эту компанию, мы предварительно за полгода до этого прошли очень мощную очистку в Казани, в школе здоровья, получили хорошие результаты по здоровью. И когда Гузель за завтраком, я, кстати, сказать, сетевые компании всерьез не воспринимал. Я считал, что это люди, которые, ну, просто бездельники, вот им делать нечего. Они ходят вот это вот, купите у нас, возьмите у нас, там, Арифлейм, Поберлик, у всех это на слуху, на языке. Вот, а когда Гузель мне тоже это втихаря предложил, я говорю, смотри, вот есть Грин Макс, им можно почиститься классно. И меня это зацепило, им вот буквально несколько, там, минут, даже, да, именно счет на минуты шел. И я принял решение, потому что вот на весы, когда ставится здоровье и жизнь, да, то есть это главный ресурс в жизни, ну, в жизни человека, это здоровье. Второй ресурс – время. Вот. Поэтому это очень важно. И когда я это вот понял для себя сразу, у меня тут триггер такой, сразу, хлоп, это классно. Почему бы не попробовать? Мы зашли сразу на максимальный пакет тоже по акции. В голове у меня было, да, что когда-то, наверное, это превратится в бизнес, но просто я не понимал, как это. Вот. И благодаря вот обучениям Сабира, Хабира, да, у них очень мощное обучение. Даже наши братья-монголы, да, наши старшие братья, даже вот учатся именно вот этому сетевому обучению именно у наших вот даймондов, у наших лидеров, у братьев Сулеймановых. Вот. И мы тоже не исключение. И благодаря этому, да, то есть рост по бизнесу, он сразу в разы увеличивается. Поэтому, когда мы увидели результаты по здоровью вместе с Гузель, у нас очень хорошие результаты. Мы за две недели избавились от аллергии у старшего сына, у Камиля, ему 13 лет. Он с трех лет страдал именно аллергией на амброзию. Вот это такая сорняковая трава, кто не знает, она вот именно в средней части России, вот на юге, она прям все заполнена. Каждый второй, если не каждый первый, страдает этой аллергией, в каждой семье это есть. И вот мы избавились от этого, да. Ну, у меня очень хорошие результаты, я всегда об этом говорю, я перестал одевать очки. Да, у меня как бы я вес сбросил лишний, и самое главное, у меня появилась энергия. И вот после трех месяцев приема у нас вот как бы… Слышно, да, меня? Слышно, хорошо? Да, если что, вы перебиваете, задавайте вопросы, просто я пока в потоке сразу, чтобы могу отвечать. Когда мы увидели на себе такие результаты, мы просто не могли об этом молчать, и мы включились по полной, и буквально вот за два месяца, с октября до декабря, по декабрь, 2 декабря, к нам приезжал наш Мачуянг, и мы из его рук получали первый наш значок, это сапир, серебряный значок, да, это первый наш ранг менеджерский. Это общий доход 400 тысяч. Ранги не сгорают, деньги не сгорают, баллы не сгорают, в общем, не маркетинг, а сказка. И буквально через несколько месяцев уже в апреле, опять же, из рук Мачуянг, уже в Алма-Аты мы получали второй наш менеджерский значок, это серебряный значок с рубинами. Вот так вот, если кратко, да. Вот, ну, а надежность, да, вот Юля как бы поставила этот вопрос. Да, это надежная компания по многим причинам. Но самое первое, да, как я уже сказал, это очень мощный маркетинг. И я сейчас тоже изучаю другие сетевые компании, попутно, конечно, другую сопутствующую литературу, что касается сетевого. Вот именно чем мы отличаемся? Мы, во-первых, отличаемся вот двумя моментами. Самое первое, конечно, это продукция. В основе любой сетевой компании лежит хороший продукт. Вот. То есть наша продукция просто уникальна. И когда начинаешь с ней разбираться, и когда понимаешь, вот когда люди начинают там вот одно из, как это сказать правильно, возражений, возражений, что насколько ваш продукт как бы надежный, хороший и так далее. Вот мне просто даже смешно, понимаете, когда люди начинают спрашивать. Я пойду у соседки спрошу. Или я вот сегодня с мужем посоветуюсь по поводу этой продукции. Вот. Вы же, когда у вас зубная боль какая-то, вы же не идете, да, к сантехнику или там, я не знаю, к какому-то дворнику. У него же не спрашивайте, что мне делать с этим зубом. Вы сразу идете к стоматологу, правильно? Поэтому, если у вас такие вопросы возникают, да, вот особенно это вот мужчин касается тоже, да, обращайтесь сразу к тем людям, к медикам, ну, подготовленным, которые правильно относятся к литературу. К медицинскому питанию, да, обращайтесь к нутрициологам, к диетологам. У нас в компании очень много квалифицированных медработников, которые очень вот прям вот по полочкам могут разложить и рассказать по нашей продукции. И, смотрите, у нас продукции не так много. Всего вот в маркетинг будет 9 продуктов. И каждый сам по себе очень уникальный. Поэтому вот первое, что это, да, надежность, на чем стоит, именно на самой продукции. Вторая надежность – это… Сейчас мне тут вот сын пришел помочь. Дорогие, скажи всем. Молодец, он добавит что-нибудь, скажет. Добавит, он много знает. Скажи что. Я просто пришел. А ты просто пришел. Он у нас очень любит нутримакс. Гринмакс тоже вечерами пьет обязательно. Смотрите, второй компонент, да, это, конечно же, маркетинг. То есть уникальность маркетинга. Всегда вспоминаю слова нашего Мачуянга, который говорит, я наличными дам 100 тысяч долларов тому человеку, кто найдет маркетинг лучше нашего. То есть еще раз повторюсь, вы получаете такую коробочку в виде бизнеса. Готовый бизнес. Даже можно на него зайти даже с 12 тысяч. Где вы найдете готовый бизнес за 12 тысяч рублей. Потом можно сделать просто доплату, еще раз купить и зайти. Ну, лучше зачем, как бы. В любом случае, вы ничего не теряете. Покупаете два продукта, потом еще 10, они все остаются у вас. Вот. То есть на самом деле вы, опять же, получаете два в одном. Покупая нужный, классный, высококачественный бензин для нашего организма под названием клеточное питание, да. Октановое число у него 98-100. Да. Высококачественный бензин для нашего организма под названием человек. Вот. И за это же вам компания дает возможность занять место в бизнесе. Понимаете? Ну, это просто, это сказочный вариант, который, как бы, ну, никто больше не может предложить. Ну, я не знаю ни о ту компанию, где было бы такое вот процентов от, вы могли бы получить от бонусов, да, от наших. Нигде такого нету. То есть материальный пакет, 9 видов дохода, 9 продуктов, все по фэншую, да, все по-человечески. И в основе этого лежит тоже, опять же, я хочу сказать, не могу не сказать, о руководстве. То есть уникальное руководство за теми людьми, которые, это надежные люди, за кем можно идти, смело идти. То есть миссия компании, да, это мост к нашим мечтам. И в основе, вот мне это нравится очень, ЧЧС, честность, человечность и справедливость. И это сквозит прямо вот с каждой щелочки нашей компании. Вот абсолютно все говорит о честности, о человечности и справедливости. Поэтому тот, кто еще сомневается, особенно мужчины, да, ну, они как бы, как правило, они чего-то боятся, чего-то стесняются, говорят, что это женский бизнес. Вот мне понравилось тоже Сабир, тоже, может быть, у него заберу, это его выражение. Не бывает бизнеса женского или мужского. Бывает бизнес выгодный или невыгодный. На сегодняшний день, так вот если, ну, резюмирую, да, еще время, если есть, вы меня остановите, меня... Есть, Радик, нормально, есть время. Меня пока не остановишь, я не остановлюсь, да, буду говорить и говорить. Молодец! Как диджей на дискотеке, да, никому не даю расслабляться, пока будете танцевать, пока не упадете. Вот, поэтому смотрите, то есть продукция классная, маркетинг супер, да. То есть мы с Гузель, супругой, да, то есть есть два варианта. То есть вы становитесь либо партнером компании, да, употребляете продукцию. Второй вариант – вы становитесь бизнес-партнером. То есть не продаете ничего, там много не говорите, а предлагаете именно бизнес-модель. И вы тоже очень хорошо на этом зарабатываете, естественно. Мы с Гузель выбрали третий вариант – и бизнес, и продукцию. Вот сейчас у нас уже больше недели, у меня нету ни Мачо Мэна, ни Маймакса, там вот Грин Макс, только детям остался немножко. Все, и вот сейчас ждем продукцию с Астаны, уже там отправили сюда. И как бы вот я понимаю, что 98-го бензина мне уже не хватает. Вчера приехали с Ростова, в дороге уже, вот Мачо Мэн два дня не пью, уже устаю. Вот, не так, конечно, как раньше, вот, но тем не менее. Поэтому, смотрите, перспективы какие. Значит, как сказал Табыс Мерза, тоже очень уважаемый человек в нашей семье. Нам очень приятно, что он хорошо к нам тоже относится, помнит о нас, как о семейной паре. Значит, вот на последней нашей встрече, зум-встрече, он сказал, что сериал под названием ММ Интернешнл разделился на 12 серий. То есть первая серия, первая пятилетка уже прошла. Вот после 12 октября начинается вторая пятилетка. И мы вот самые счастливые люди, да, самые, как бы, те, которые получили именно самую изюминку, самые сливки, это те люди, которые оказались вот в первой серии. Поэтому, пока наш паровоз еще не ушел, до 12 октября, пока первая серия не захлопнулась еще, да, не кончилась, заходите, не думайте, вот, приходите к тем людям, которые вас пригласили, потому что у нас результаты по бизнесу, по здоровью шикарнейшие. У нас есть чат отзывов, там больше 10 тысяч человек. Очень много чатов, очень много примеров, очень много обучений. Голова кругом идет, чтобы успеть на все обучения, посмотреть все зумы. Поприсутствовать на всех мероприятиях онлайн, оффлайн. Поэтому, а их у нас действительно, то есть человек, который хочет именно саморазвития, да, то есть вы как раз находитесь в нужном месте в нужное время. То есть традиционный бизнес – это уже пережиток. Вот в заключение я хочу сказать, да, вот тот человек, коммерсант, или тот человек, который открывает какой-то свой бизнес, он мечтает о чем? Ну, допустим, фитнес-клуб открыть, да, чтобы была сеть фитнесов, да. Открывает он парикмахерскую, сеть парикмахерских. Открывает он там кофейню, сеть кофейн должно быть, да. Он уже не пишет, то есть это же престижно, что вот я, Радик Миножидинов, у меня там кофейня, да, или у меня там типографские услуги. У меня сеть, понимаете, это престиж. Сразу галочку ставим. Это престижно, это классно. Вот вам сеть готовая. Сетевой бизнес, компания Минтернешнл. Я спокойно на любом перекрестке сейчас крикну и скажу, я сетевик. И я горжусь этим, потому что здесь доходы такие, которые вы даже во сне не видели. Просто заходите к нам в компанию и попробуйте. Не получится. Вернетесь в свой этот вот кошмарный бизнес. Успеете туда снова вернуться. Вы попробуйте вот здесь и сейчас именно наш классный бизнес. Вот так вот, если коротко, да. Если есть вопросы, давайте, чтобы там не задерживать время. Уже и так тут 24 минуты. Благодарю. Благодарю. Радик, молодец. Знаешь, мне сейчас ты напомнил, как это, как ракета, как самолет, который взлетел. И вот, только вперед. Молодец, отлично. Вообще крутое выступление. Друзья, давайте задавайте вопросы, пока вы собираетесь с вопросами, да. Радик, я еще задам тебе вопрос один такой. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то, ну, не будем там распыляться, да, хотя бы одну какую-то фишку. Расскажи нам, что ты используешь в работе, да, может быть, их несколько. То есть какие-то, может быть, инструменты, либо что-то еще. То есть в плане построения команды, работа, либо надвижение. Ну, фишка в любом случае, потому что сетевой бизнес – это общение людей. То есть самое главное – это общение оффлайн, онлайн. И если оно будет искреннее, да, вот скажите, вот в моем сейчас, в моем монологе, вы увидели какую-то неискренность или какую-то корысть, или что-то такое, чтобы вам было неприятно или противно, было такое? Скажите, вот прямо сейчас в эфире мне скажите. Нет, да? Если вы это делаете, да, если это вы делаете от сердца, от души, что ваш рот как бы только озвучивает то, что у вас здесь находится, вот не в голове именно, а в душе, говорите это от души, от сердца, вот. И я всегда говорю, я говорю об этом везде, кроме одного места. Вот кто-нибудь скажет, кроме какого места? Я об этом не говорю только в женском туалете. Почему, знаете? Да меня туда просто не пускают. Это будет некорректно там, как бы, понимаете, зайти в женский туалет и как бы, а так вот я даже с мужчинами, я могу и в туалете как бы об этом говорить, да, на заправку захожу, на заправке об этом говорю, в кофейню зашли, естественно, в кофейню говорю, понимаете? То есть я всегда начинаю разговор, ну, всегда есть какая-то зацепка, понимаете? То есть с чего-то начать всегда можно, абсолютно можно. Неважно, вот, допустим, в кофейню зашел, я всегда говорю, а есть у вас кофе с растительным молоком? Они спрашивают, а почему? А я говорю, а потому что лактоза не усваивается организмом, потому что молоко после трех лет уже нельзя пить. А вам интересно дальше послушать? Я ведь не только этим еще займусь, я же еще и, как бы, в одной очень мощной компании, которая выпускает 98-й бензин для нашего организма, понимаете? И вот такими вот, ну, своими какими-то вот этими фишками, да, я, естественно, людей цепляю. Нет, те люди, которые цепляются, они остаются. А тем, кому это неинтересно, как бы, ну, я уже вижу, уже считываю их, что это неинтересно. Ну, естественно, я прекращаю. Ну, так вот, если коротко. Ребята, слышали, да, какая фишка? Чем пользуется Ратик, кажется? Нет, ну, а женщинам, соответственно, в мужском туалете нельзя говорить. А в женском туалете всегда заходите, с собой гель Екатерину возьмите, возьмите что-нибудь там, да, и в процессе, да, по телефону, как будто вы делаете вид, как будто по телефону говорите, да, про женское здоровье, про интим гель. Другая же женщина все равно слышит это. Вот мы, в последний раз встреча была в кафе, мы встречались с одной девушкой, которая тоже в сетевой компании, а продавец, который там был, он прям вот сидел, ну, что он говорит, мне так интересно вас послушать. Я потом в конце уходил, я буклеты ей оставил. Ну, позвонит, не позвонит, это уже ее дело. То есть, попутно, человек все равно, я разговариваю с одним, специально громко, а другой человек тоже слышит. Супер, супер. Прямо, я это точно буду применять, Радик. Я тебя сейчас послушала, я поняла, что мужской туалет меня не пустит. Везде, везде я буду говорить об этом, да. Ну, прикольно. Надеюсь, вот это было действительно такой прям лайфхак для многих из нас, да, как мы можем пользоваться вот такими уже наработанными наработками, да. Да, да. Так, есть вопросы к Радику, друзья, давайте, у кого вопросы, задавайте, прям включайте тогда свои микрофончики. Можно уточнить у вас? Нельзя? Так, Эльмира, говорите, давайте. А, Мир, город Уфа, конкретно, я в этой компании, может, кому-то тоже будет интересно, да, расширение бизнеса, это хорошо, я традиционный свой бизнес, я уже 9 лет, вроде хорошо зарабатываю, но я не расширяла силу обстоятельств, но не хотела сильно расширяться, вот, но пришла я в компанию за пассивным доходом. В традиционном бизнесе пассивным доходом организовать, но не так легко, скажем, я сюда пришла именно за пассивным доходом, вот это тоже, ну, как бы, может, полезно. Как дополнение, спасибо, благодарю. А вопросы к Радику есть у вас? Хотел бы уточнить. Да, говорите. По поводу общения. Это кто говорит? Включите, пожалуйста, камеру, кто говорит. Я просто иду. Я хотел уточнить. Вы рассказывали по поводу общения. То, что с людьми как общаться. Можно так сказать, новичок, только развиваясь. Хотел уточнить. Как правильно предлагать людям продукцию? Как общаться вообще? Ну, смотрите, универсального ответа нету. Это в каждой ситуации по-разному. Вы, как бы, это придет уже у вас, как бы, наработка будет. Вы уже будете считывать человека, будете уже понимать, как и что ему говорить. Но в каждой ситуации, я же говорю, по-разному. Предлагайте с того, что, допустим, если у вас нет результата, вы предлагаете, узнаете у человека, что ему нужно. То есть так просто, конечно, в лоб ему говорить, ай да, купи Гринмакс или заходи сразу на бизнес-пакет. Конечно, это глупо. То есть понять нужно его боль, что его интересует. Ведь в разговоре с вами он должен понять, что вы ему можете дать. То есть вы ему сначала услышите от него ту боль, которую он вам несет. А потом даете просто решение этой боли. Если у него, ну, грубо говоря, у него запоры, конечно, ему надо предложить Гринмакс. Не надо ему ходить там куда-то по клиникам, по больницам, непонятно, что делать. Естественно. Если ему нужно вопрос решить с деньгами, и предложите ему вот одного из своих наставников, вышестоящих. Вот, к примеру, Сабир там или Юля, да, вот она за такое, за короткое время стала миллионером. Понимаете, да? То есть закрыла свои какие-то проблемы. Вот. То есть и исходя из этого, то есть вы уже строите диалог с этим человеком. Ага, спасибо большое. Андрей, я еще хочу добавить. Смотрите, вот по вообще вопросам, да, у нас каждую субботу проходят планерки, где мы разбираем все вопросы новичков. Поэтому приходите обязательно каждую субботу в 11 часов. И каждый понедельник у нас тоже планерки, да. Так, Радик, и еще один вопрос, который вот то, что ты не озвучил. Скажи, пожалуйста, за какое время, какую сумму денег, да, ты заработал в нашей компании? Да, конечно. Мы просто три месяца, даже четыре месяца мы с Гузель как бы тестировали продукцию. Ну, не знаю, правильно это или неправильно. Как бы я вообще, как говорю, Фома неверующий. Пока сам на себе не испытаюсь, я не могу предлагать эту продукцию. Хотя можно было просто изучить маркетинг и предлагать бизнес. Вот с октября прошлого года, у нас первая презентация прошла 2 октября прошлого года, по декабрь мы заработали в общей сложности с Гузель больше, чем 400 тысяч. В апреле этого года, да, мы закрыли второй ранг, это рубин, серебряный значок с рубинами, это 900 тысяч. На сегодняшний день у нас лично приглашенных больше 60 человек, вот, и наш доход более 1 миллиона, 1 миллион 350-360 тысяч. То есть нам осталось еще там чуть-чуть до изумруда, это третья, третья ступенька. То есть здесь как бы, понимаете, я, этот наш бизнес, я сравниваю со снежным комом. Этот снежный ком постоянно растет, то есть не уменьшается ваш доход, а с ростом команды он, наоборот, идет в рост. И вот как предыдущая девушка, не увидел, как ее это, не прочитала, так зовут, здесь именно есть возможность выйти на пассивный доход. То есть команда в основе нашего бизнеса лежит именно команда построения. Ну, я думаю, об этом лучше на Рассабир скажет еще, да, ответит. Да, Радик, я тебе душу благодарю за всю историю, да, за какие-то выжимки, за фишки, прям вообще оригинальные фишки буду применять. Сейчас я тогда, друзья, давайте двигаюсь дальше, да, потому что у нас по плану еще есть спикеры. И давайте я сначала сделаю трансляцию экрана. Скажите, видно ли фотографии сейчас? Видно, да? Спасибо большое. Это, знаете, фотографию. Когда-то я сделала еще, наверное, ну, может быть, ноябрь, декабрь месяц прошлого года, когда мы начинали проводить в нашем городе, в Челябинске, первые встречи с моим наставником, да, с Сабиром Сулеймановым, человек, который мне показал эту возможность, рассказал о компании, дал все, ну, просто действительно все выжимки, рассказал про выгоды компании, потому что, знаете, меня он очень многому, честно говоря, научил. Научил работать в соцсетях грамотно, да, и у меня сейчас люди приходят в соцсети. Вот сегодня зашла женщина, да, сейчас будет тоже подключение человека в соцсети. Сабир точно так же, знаете, он дает не только мне, он дает вообще в целом своей всей команде. У него огромная команда на сегодняшний день, больше 11 600 человек, да, может быть, даже уже больше, потому что каждый день идет подключение, да, человек, который заработал уже очень приличные деньги, он сам сейчас расскажет об этом. И вот когда-то мы начинали этот путь, да, когда я присоединилась, но я, конечно, зашла сначала, наблюдая за ним, а потом уже, когда я увидела у него чек на тот момент, да, в 550 тысяч рублей, меня это включило, я говорю, так, давай мы с тобой встречаемся, и ты мне рассказываешь. Вот так вот начался мой путь. Следующая фотография, так, не то я открыла, сейчас, секунду. Хочу тоже сказать, вот здесь фотография, когда мы в прошлом году, где-то, наверное, конец сентября или октября даже, мы проводили веревочный курс, да, это тоже мне очень памятно, очень запомнилось, потому что Сабир, он не только, знаете, вот бизнесмен, он еще и очень классный и оратор, и организатор, и он смог для всей нашей команды, да, Челябинска, Челябинской области сделать вот такой веревочный курс, организовать, и у нас это прямо, знаете, на ура прошло, вот действительно на ура, потому что мы проходили сложные какие-то этапы в лесу, да, мы прыгали там с высоты 16 этажа, ну, в общем, настолько все это запомнилось, и я хочу, как говорится, его за это поблагодарить. Следующее фото тоже, потому что, ну, фотографий, на самом деле, очень много. Это фото, когда мы проводили зимой, да, тоже первые встречи в гостинице «Славянка», и когда к нам приехала вышестоящая наставник, вот Лилия Султанова, она в центре здесь сейчас, да, когда были еще вот мои первые, только первые-первые партнеры, которые присоединились, да, люди, которые доверились мне, я вот здесь вот с краю стою, да, и тоже, знаете, у нас зал, друзья, вначале собирался сначала 5 человек, 10 человек, а сейчас у нас уже в «Славянке» мы последний раз чествовали четырех статусников, последние, получается, когда воскресенье, да, у нас пили шампанское, отмечали, праздновали, в общем, поздравляли людей, и у нас, друзья, мы посчитали, было в этом месте уже в «Славянке» 76 человек, то есть некуда было уже посадить людей, то есть добавляли стулья, и мы понимаем, что команда очень сильно растет, и сейчас, конечно, мы будем использовать уже другие залы. Это я к тому, что мы очень сильно растем. Еще есть фото, я покажу, да, вот там, где Сабир приобрел свой автомобиль, шикарное авто, прямо с салона, крутую такую тачку, да, стоимостью больше 5 миллионов рублей, и мы это тоже отмечали. В общем, человек, который, знаете, вот просто взял, решил буквально за несколько дней и просто приобрел автомобиль. Что еще интересного могу показать, так как не будет Хабира, я тоже сразу вот отмечу, да, его родного брата Хабир Сулейманов, который развивает этот бизнес сейчас в Башкирии, у него тоже люди с разных городов и с разных стран, и он смог купить вот такое авто, да, это там автомобиль, огромный авто, тоже стоимостью больше 4 миллионов рублей, и тоже, друзья, с салона за наличку, понимаете, не в кредит, не в ипотеку, а просто за наличку. Вот, и сейчас я хочу передать слово уже Сабиру Сулейманову, это мой наставник. Сабир, я тебя от души благодарю за то, что ты когда-то поделился этой возможностью. Расскажи, поделись своей историей, ну и тоже поведай, да, людям, может быть, ответ на вопросы, что для тебя компания, да, то есть что ты выбрал, надежность, деньги или же, может быть, какую-то другую возможность. Привет, привет, друзья. Друзья, Юля, большое спасибо, что пригласила. Я, конечно, выбрал для себя деньги, возможности, я увидел сразу здесь возможности и выгоды. Сразу разделил нашу презентацию на несколько частей, сразу же начал обучать свою команду тому, чтобы рассказывали про выгоды, а не про Reflame, Игорь Балаев, условно говоря, да, люди же начинают как сумасшедшие рассказывать, I'm International, I'm International. Я специально говорю про Reflame и Игорь Балаев, потому что люди, которые еще не вступили в компанию, для них это действительно так и звучит. Если вы им начинаете говорить, I'm International, крутая компания, они все равно что слышат, I'm Reflame, I'm Reflame, I'm Reflame, понимаете? Ну, об этом чуть позже, потом напомните мне к этому вернуться, потому что это очень важная информация для партнеров, как правильно доносить информацию, я имею в виду именно гостям. А про себя, ну, коротко расскажу, коротко расскажу про себя, да, вот когда с Юлей мы встретились, это был 23-й год, да, осень, сентябрь или октябрь, что-то такое, по-моему, осенью, ноябрь даже, да, Юля недолго, думаю, вступила, потому что увидела чек, ну, сейчас я скажу, что чек примерно в 5 раз больше, это тогда он был такой, и правильно Юля сказала, команда сейчас уже около 12 тысяч человек по всему миру. Я сам из Челябинской области, из маленькой деревушки Олимбетова, вот у меня есть брат-близнец, Юля его сейчас показывала, Хабир Сулейманов, мы с ним до этого вообще были боксерами, занимались боксом, кип-боксингом, оба являемся мастерами спорта, жили в Америке, я вот сам лично прожил в Америке 3 года, около года в Европе, и к сетевому маркетингу я вообще отношений никакого не имел. Первый раз я вступил в компанию по путешествиям, тогда вот, кстати, как раз меня пригласил и мой брат, вот Хабир меня и пригласил. Там я тоже был одним из лидеров, это был мой первый вообще опыт, первый опыт, а Хабир тогда стал топ-лидером. И сейчас вот когда, почему ты спрашиваешь, почему я сюда попал, да, как я сюда попал, здесь, меня вот сюда пригласила Лилия Султанова, и вот, Юра, у тебя такой вопрос был интересный, и к Радику, почему вы сюда попали, да, тебе интересно, людям интересно, что увидели, да, какие выгоды. Вот я, естественно скажу, я увидел возможность зарабатывать. Мне сразу же, вот первые, можете записывать даже, если вы будете приглашать мужчин, первое, что меня привлекло, это бинар. Это то, что бинарная система маркетинга. Я обожаю бинар, у сетевиков есть такое выражение, бинарное золото. Меня не привлекла продукция, меня не привлекло что-то другое, у меня вообще первый месяц абсолютно не было никакого продукта. Даже до середины февраля, я 4 января начал заниматься этим бизнесом, до середины февраля где-то у меня не было продукта, но первый же месяц я заработал примерно 90 тысяч рублей. И брат мой, кстати, не включался в бизнес где-то полтора месяца. Он наблюдал, смотрел, общался, анализировал. Я же с первого же дня здесь увидел возможности, увидел деньги. Потому что в первый же день подключил троих людей, пригласил в бизнес, это мой брат. Потом Денис был тоже знакомый из теплого круга. И женщина одна из Кунашакского района, с кем мы не были знакомы. Они все вступили на минимальный пакет в первый же день. Я заработал почти 10 тысяч рублей, чуть больше даже 10 тысяч рублей. Вывел их и, прошу прощения, тут же увидел деньги. Поэтому, когда у вас появляются новички, люди, которые, допустим, столько стали партнерами, и они кого-то пригласили, все, старайтесь делать так, чтобы он вывел деньги тут же. Тут же вывел деньги, пощупал эти деньги, даже потратил эти деньги, чтобы он почувствовал, чтобы ваш партнер почувствовал, он или она, чтобы они почувствовали вкус денег, чтобы вот здесь и сейчас он создал результат, заработал деньги, и уже такие люди быстрее вовлекаются. Вот это такой лайфхак для вас. Новичкам сразу помогайте это делать. И тогда они быстрее начнут действовать. Я зашел, потому что увидел деньги сразу же. Сразу же. Когда, я помню, вообще вступил я 29 декабря, перед Новым годом. Ну, не будешь же там до 31 декабря или там 1 января бизнес скачать. Люди вообще скажут, ненормальный. Мы, я помню, с Хабиром были в этом году у родителей, а на Новый год всегда ездим. Я ему говорил, помнишь, вот год, полтора года назад, вот здесь, у нас там в одном месте интернет ловит хорошо, вот здесь в сарайке мы с тобой стояли и анализировали маркетинг-план. Он такой, а, да, было такое, было такое. А время же быстрее не стоит. И мы с ним реально стояли, смотрели ролик 20-минутный про маркетинг-план. Тогда я сразу увидел большие деньги. Я не знаю, почему Хабир этого не увидел. Увидел бинар, увидел деньги, расписал план и даже сказал, все, 4 марта, через 2 месяца, ровно за 2 месяца я стану с Афиром. Это первый ранг в нашей компании. Это заработок полмиллиона рублей почти. Ну и 3 марта я и сделал с Афира на один день раньше. Мне кажется, здесь, ну, настолько легко строить бизнес, что, блин, ну, я не знаю, почему люди некоторые не заходят в этот бизнес. Здесь настолько все легко, настолько все просто. Бери и делай, бери и делай, и все. И за 2 месяца, получается, я сделал с Афира. Затем, вот, те люди, которые стали с Афиром, да, имейте в виду, Рубина делать легче. Рубина это уже заработок до миллиона. Рубина делать легче, потому что вы уже работаете вместе с командой. Не в одиночку это делаете. Рубина я сделал вообще за месяц. Уже в апреле стал Рубином. И затем в мае месяце, получается, за 5 месяцев стал Изумрудом. Это заработок 2 миллиона рублей. И выполнил промоушен. Тогда был еще промоушен, сейчас его нет. Если человек выполняет Изумруда за 5 месяцев, меньше, чем за полгода, то он получает премию 2200 кэшпоинтов. Я от премии отказался. Был такой вариант. Или премия 2200, или поездка в Дубай. Ну, я выбрал поездку в Дубай за счет компаний. И в декабре 23-го года мы полетели в Дубай, огромной компанией. Отпраздновали там день рождения. Я никогда в жизни не забуду этот день рождения. Я чуть не расплакался, когда мы с Хабиром зашли, уже там 3-4 дня тусовались. Монголы достали два огромных торта, огромные торты, или торты, как будет правильно, ну, не важно. И там свечки были, и они окружили нас и пели нам песни. И Мачо Янг, вот это генеральный директор, здесь есть гости, да, Мачо Янг, это генеральный директор нашей компании, он нам с Хабиром еще по 100 долларов подарок подарил. Но это было очень приятно. В общем, мы тогда уже, я тогда уже третий раз отпраздновал день рождения в Дубае. До этого тоже как-то получилось, что праздновали день рождения в Дубае. В общем, M International, это прям крутые возможности, очень крутые возможности. Во-первых, бинар, да, бинарная система, если вы не знаете, вот Юля, допустим, вчера к ней вступила женщина из интернета, да, какая-то незнакомая даже женщина, написала, пообщались по видеосвязи, поговорили, увидела возможности, Юля вовлекла ее и стала партнером. Как ее зовут, Юль? У меня пришла женщина, она здесь сейчас, Елена, фамилию не помню, ну, Усть, Усть-Котап. Отлично, вот Елена, Елена, мы вас поздравляем, вы сделали правильный выбор, у вас очень крутой наставник, Юлия, вам повезло с наставником, она вас доведет до результата. Главное, доставайте этого наставника, этого наставника нужно доставать, потому что Юля точно так же, как и я, скоро станет практически недоступна. Я людям иногда через день только отвечаю, потому что много сообщений. Так что пока пользуйтесь Юлей. И вот Елена вступила вчера, вот люди, которых Юля начинает уже завтра, послезавтра приглашать, все эти люди уже начинают попадать под Юлю, то есть под Елену, под Елену. Вот в чем преимущество Бинара. Елена вроде еще не пригласила никого, изучает продукт, изучает маркетинг-план, а тут уже под ней непосредственно люди начинают появляться. Вот это очень-очень большое преимущество Бинара. То есть у Елены уже начинает расти команда за счет вышестоящих наставников. Вот это Бинар. Второй ниша. Ниша у нас пустая, рынок свободный, работа и работай. Про Арифлейм и Фабрелик все давным-давно знают. Все уже пять раз туда заходили и пять раз оттуда уже выходили. Хотя хорошие компании, просто рынок забит. Третий вот продукт, он сам себя продает. Сам себя продает. Это особенно относится к тем людям, которые занимаются вот инвестициями, криптовалютой. Я видел сотни людей, женщин, которые пытаются заработать в криптовалюте. Почему в криптовалюте сложно заработать новичкам? Потому что их окружение вообще не про бизнес. Если они сами в найме, то у них окружение такое же. И объяснить, что такое криптовалюта, невозможно. Или объяснить, что в инвестициях есть риски, и это нормально, это тоже невозможно. Люди не хотят рисковать. А здесь, у меня вот есть минимум две женщины из Челябинска, которые не хотели ко мне вступать. Они сказали, все, мы уже устали от сетевого, что-то надоело. Вдруг то, вдруг все. А я им просто взял и продал саше. Два саше, там по 250 рублей. Я сказал, ну ладно, попробуй. На третий день одна позвонила и сказала, я хочу в эту компанию. На четвертый день или на пятый день вторая позвонила и сказала, что это такое, ну-ка расскажи мне. То есть продукт продал. Я не стал ничего впаривать, я им просто продал тестовые варианты продукта. Делайте то же самое. Вот этот второй лайфхак для вас, для новичков. Берите Nutrimax, Greenmax, там Екатерину даже у нас, девчонки умедряются в шприце продавать на пробу. То есть человеку для того, чтобы вложить какую-то сумму большую, да, 60 тысяч допустим, ему надо сначала попробовать на маленькую сумму. Рублей на 500, на 1000, на 2000. И когда он пробует это, вот кредит доверия к вам, у человека растет. То есть человек начинает вам больше доверять. Он понимает, круто, это не лохотрон, здесь есть продукт, который еще и круто работает. Вот это третий. Четвертый, друзья, это моментальный вывод денег. Здесь мы моментально выводим деньги. Вам не нужны никакие ИП, самозанятость. Вот у меня лично есть ИП, потому что у меня уже солидные доходы, я плачу налоги, все абсолютно официально. А в самом начале, сегодня подключили человека, сегодня же вывели. И все. И пятый, это очень маленькая ЛТО, не каждый месяц, не каждые три недели, как в Арифлейме и Фаберлике, а каждые 45 дней только там всего лишь 3300 рублей. И шестое, тут не надо подтверждать статусов. Никаких подтверждений статусов. Вы стали, вот Юля становится рубином, ей не надо это подтверждать никогда. А у нее еще и дополнительный доход появляется. То есть с каждым разом все лучше и лучше. Какую там аллегорию приводил-то Радик? А, снежный ком, все становится больше и больше. Мне очень понравилось. Радик вот такой пример привел. Я же приведу пример с состоянием на гвоздях. Я стою на гвоздях, практикую. Не супер у меня получается с сопротивлениями, но вот стояем на гвоздях, знаете, это первые секунды очень тяжело. Первые минуты очень тяжело. Вот первые три минуты для меня мучительно больно. А потом все супер легко, как будто на полу стою. Понимаете? И вот здесь с сетевом то же самое. Первые дни, первые недели это пока у вас нет навыков, нет опыта, вам тяжеловато. Но с каждой встречей, с каждым отказом даже, с каждым отказом, вам становится все легче и легче. Как стоять на гвоздях. Вот если вы каждый день что-то делаете, имейте в виду, вот самый тяжелый момент, он был еще вчера. Сегодня уже легче. Завтра будет еще легче, если вы действуете, если вы проводите встречи, если вы проводите презентации. Конечно, если вы сидите на месте, то наоборот будет, абсолютно наоборот. Вам с каждым днем будет все тяжелее и тяжелее. Вы будете все больше и больше разочаровываться. Но если вы еще месяц назад получили 30 отказов, то сегодня вам уже намного легче. И с каждым днем будет все легче и легче, если вы действуете, имейте в виду. Вот и все, вот все шесть причин, прям шесть причин, я даже снял видео на эту тему, я разделил презентации на четыре этапа, вот этому обучаю партнеров, и все, все очень легко и просто. Вообще сетевой, я считаю, что это примитивный бизнес, примитивно легкий бизнес, если люди его не усложняют. Если вы хотите зарабатывать большие деньги, прям реально большие деньги, имейте в виду, вот сетевом, топ-лидеры сетевого, они в разы больше зарабатывают, чем блогеры-миллионники. Блогеры-миллионники даже не зарабатывают столько денег, сколько зарабатывают топ-лидеры сетевых компаний. Я покупал автомобиль, у меня немножко не хватало, ну миллион семьсот я взял в кредит. Автомобиль стоил ровно пять, миллион семьсот я взял в кредит. Мне одна наставница позвонила, говорит, можете одолжить миллион. Вторая говорит, ну я могу тебе еще два миллиона одолжить. Я не стал ничего брать у девушек, ну давным-давно я уже закрыл этот кредит. Так что у сетевиков, если вы сами не тупите, извиняюсь за выражение, если вы сами не усложняете этот процесс, он очень легкий. Сетевой маркетинг, он очень легкий. И вот сравнение, да, женщин и мужчин. Все-таки же у нас тут мужчины, да, тема. Вот вчера ко мне вступил еще один мужчина. За эти две недели, кстати, трое мужчин ко мне вступили. Один из Москвы и двое из Челябинска. Вот Александр ко мне вчера вступил. Мы с ним сегодня встретились. Он сам у меня спросил, в чем выгода? Сам задал такой вопрос. В большинстве случаев ко мне очень часто приходят на платные консультации сетевики из других компаний. И преимущественно это женщины. И угадайте, какой они ответ дают, когда я спрашивал, ты почему пошла в бизнес? Зачем ты пошла в бизнес? Юля, как думаешь, какой у них ответ чаще всего? Ну, бывает такое, что женщины говорят, чтобы мужу доказать, что я могу деньги большие зарабатывать. Там, не знаю, что еще. Да, вот, но часто, самое частое. Развитие. Вот ты в Арифлэме была, ты почему туда пошла? Зачем ты пошла? Слушай, ну я увидела возможность для меня, то, что я могу развиваться, зарабатывать. Да, ну как бы мне показали красивую картинку. Слушай, кто тебя пригласил в Арифлэме 10 лет назад? Марина Черкасова, мой наставник. Ну да, вот смотри. Чаще всего женщины отвечают, я когда задаю этот вопрос, зачем ты пошла в этот бизнес? Почему ты вообще пришла сюда? Они говорят, тут подругу пригласила. Я пришел в этот бизнес. Я пришел в этот бизнес, потому что я увидел выгоды и возможности. Анфиса, отключите, пожалуйста, микрофон. А нет? Даже если меня пригласит мой брат, я не пойду, потому что меня пригласил брат или родственник. Я пойду, потому что я увижу или найду выгоды. Поэтому я всегда говорю, научитесь разговаривать с вашими потенциальными партнерами на языке выгод, а не на языке эмоций. В бизнесе нет места эмоциям. Да, это понятно. Друзья, давайте у кого есть вопросы. Сабир, если ты раскрыл, да, вот закончил или еще что-то есть сказать. Нет, давай вопросы послушаем. Друзья, включайтесь, давайте вопросы задавайте, только прежде чем задать вопрос. Да, камера подойдет. Всем привет. Сабир, у меня вопрос. Какую общую сумму ты заработал за все это время, находясь в бизнесе? Так, только у меня просьба, друзья, вот будет же запись, да, вы потом это не выкладывайте в интернет. Не выкладывайте. Я сейчас смотрел, знал, что будет такой вопрос. 22 миллиона 477 тысяч 936 рублей. Круто. На афишу я не могу сделать такой призыв, да, я могу сказать 22 миллиона или нет? Ну, сделай, но меня не пиши. Нет, на афишу такое не надо писать. Все, поняла. Миллионер... Можешь про кого-нибудь написать, но меня не указывай тогда. Поняла. Тогда миллионер напишу просто. Можешь так написать, да. Ну, на афишу такое не надо писать, конечно. Это будет выглядеть вульгарно. Еще вопросы? Стабир, а на презентациях можно говорить, что твой общий доход 22 миллиона? Ну да, ну, просто желательно это на видео не выставлять. На презентациях нужно говорить. Нужно, не то, что можно, а даже нужно. Я даже сам про это говорю. Люди же, многие приходят за деньгами, им нужно показать эти деньги. У меня, если придет гость, который говорит, знаешь, вот я пойду, говорит, если я увижу, прям вот у него расход, если, говорит, миллион в месяц есть, говорит, типа, я, говорит, пойду, говорит, за 1 минуты. Ну, прям реально такой, говорит, вот я постараюсь в Магдагорске пригласить его, чтобы он пришел. Он такой, говорит, я просто, говорит, спрошу у него, покажи, типа, на телефоне, реально у тебя такой расход. Хотя бы 300 есть, говорит, типа. Я такая, ну, у меня 300 есть, я, говорю, тебе покажу. Да, блин, я тебя знаю, давай, говорит, у других. Поэтому я восхищаюсь тобой, очень круто, что есть у нас такие мужчины-лидеры, за которыми точно потянутся и другие мужчины-лидеры. Блин, ну, придется еще потратить немножко. Отлично. Сабир, еще скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Какие ты, может быть, фишки, ну, вот то, что ты преимущества, выгоды нам рассказал, показал. Может быть, какую-то одну изюминку, фишку вот кинь нам в нашу команду. Фишки для чего, в чем? Фишка именно в работе, вот именно у тебя. Какая фишка, вот, может быть, сейчас, да, и может быть, какие-то у тебя новые осознания. Именно в плане работы, продвижения, работы с командой. Давай смотри, вот самое-самое лучшее, да, это когда ты, вот, каст-девы, каст-девы никто не проводит, наверное, да. Каст-девы в девеломпент, многие даже не знают, что это такое. Это когда берешь обратную связь у своих же клиентов. Американцы так делают. Для того, чтобы постоянно улучшать свой продукт, они берут обратную связь от своих клиентов. Вот Эльмира, он включила камеру, да. Ольга Хозова, Сергей, Радик, там Зульфия была. Вот, Радик, скажи в трех словах, какая у меня фишка? Какая у тебя фишка? Так, сейчас. В трех словах не думай. Предлагаешь бизнес, а не продукт. Отлично. Радик, 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 Радик. А ты как думаешь? Открытость, честность. А Ольга Хозова, как вы думаете? Я думаю, потому что я хочу вас помнить. Я думаю, потому что вы открытый, и вы именно привлекаете людей, чтобы включали камеру, работали на камеру, чтобы люди видели именно вас вживую. Сергей? Всем добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Какой вопрос был, я прослушал? Ну, в чем моя фишка? Я сейчас, вот смотрите, что я делаю. Я сейчас слушаю там мнение первых пяти попавшихся людей, да, и потом просто находим общее что-то. Ну, в чем ваша фишка, Собир? В том, что вы очень харизматичный человек. Спасибо, спасибо. Эльмира? Ну, я думаю, на презентациях, лично, наверное, выяснять боль, в первую очередь боль, что нужно человеку, и второе, показывайте экспертность, свою экспертность, самое главное. Спасибо. Спасибо. Ну, что, какой вывод из этого делаем? Собир, можно я добавлю? Можно я добавлю, быстренько, да, скажу. Вот я сейчас вижу такую картину, что ты и как изначально пришел, да, то есть ты наращивал команду, сейчас ты уже масштабируешь команду, и самое главное, ты помогаешь команде дублицировать друг друга. То есть момент дубликации очень-очень важен. То есть вот у меня вот такое видение. Ну, да, абсолютно правильно. Вообще всех благодарю, всем спасибо. Юля, ты как бы такая немножко взяла и технические моменты точно сказала. Спасибо большое, ты абсолютно правильно сказала. Вот я лично делаю вывод, вот харизматически сказали, открытый, честный, да, о чем это говорит? О том, что, ну, энергию я много вкладываю. Энергетически я на людей воздействую. Когда я же не включал камеру, я всегда говорю, особенно с Хабиром мы это обсуждаем, когда начинали, было 50 с чем-то человек. И постоянно, когда эфиры там еще что-то проводите, надо смотреть на количество участников. Уменьшается или увеличивается? Если уменьшается, значит, ваша энергия пошла на убыль. Сейчас стало 75 человек. Если мы сейчас с вами начнем здесь энергию увеличивать, да, просто Вселенная начнет давать эту энергию, и количество участников еще больше начнет прибавляться на эфире, хотя они не в курсе даже. Понимаете? Я много энергии, энергетически я вкладываюсь в людей, в аудиторию, со сцены, с зума, особенно когда зума веду. Я энергетически воздействую на людей. Люди чувствуют мою энергию. На самом деле, вот что для этого нужно, да, сразу вам хочу сказать, вот Радик говорил про поток. Надо быть в потоке. Надо постоянно быть в потоке. Конечно, у Радика есть небольшой минус, Радик. Ты сказал, я везде рассказываю, не рассказываю только в женском туалете. Я рассказываю даже в женском туалете, там сидит наша целевая аудитория. Радик, там сидит наша целевая аудитория. Надо и там рассказывать. У нас же целевая аудитория женщина. Так что надо доработать этот момент. И фишка в том, что вы должны быть вовлечены максимально, как настоящий фанат. Чтобы это случилось, надо просто проделать большой объем работы. За короткий срок. Желательно сделать это за короткий срок. Вот, 77 человек стало. Когда энергия увеличивается, все, количество людей увеличивается. И на самом деле это все можно применять абсолютно везде. Со сцены, когда вы проводите презентации в зуме. Это зависит от вас, от вашей энергии, от вашей вовлеченности. От того, насколько вы в потоке. Насколько вы включены в этот бизнес. Здравствуйте, можно вопрос? Здравствуйте, кто говорит? Включите камеру, пожалуйста. Меня Марина зовут? Я не знаю, включилась, да, камера? Да. Ну, вообще, я сама с Башкирии, с гордой Инаул, меня пригласила Лиана. Вот она как раз сейчас получила первый статус у вас. Вот, я только-только вошла еще в золотой треугольник. И, ну, товар я не получила. Вот, вы как опытные, наверное, все-таки больше. С чего начать такому новичку, как я? Потому что я мама в декрете. У меня вот тут маленький ребеночек ползает. Вот. То есть, есть там, скажем, небольшая аудитория ВКонтакте, там, 1400 больше человек. Там, в Инстаграме. Я не веду никаких соцсетей в принципе, не блогер абсолютно. Вот. И таким новичкам, наверное, скажем, старым бабушкам, мамам уже, чем можно вообще, с чего начинать? Такой совет, скажем. Кому вопрос-то? Вам, вам, совет. Все очень просто. Ваша задача усвоить материал и начать приглашать людей. Проводить встречи. И еще один очень важный момент. Вы вообще для чего пришли-то сюда, в этот бизнес? Ну, пришла в бизнес зарабатывать. Зарабатывать деньги, пользоваться продуктами. Изначально пользоваться продуктами, вот. И потом уже зарабатывать. То есть, у меня, в принципе, как сказал Радик, я, наверное, и первый, и второй, и третий. И заработок, и использование продукта, и для себя. Понятно. Недавно я у одного человека спросил, где-то месяц назад это было, в Челябинске. Я спрашиваю, ты для чего? Ну, человек уже немножко такой, неделю в бизнесе, за неделю немножко разочаровался. Ну, разочаровалась. Я спрашиваю, ты для чего пришла-то в бизнес? Я вдохновилась твоим результатом. Я хотела так же. Я пришла за победой. Она говорит, я пришла за победой. Я спрашиваю, а ты готова к победе? Ты готова к победе? Она говорит, да. Я задаю вопрос, а ты готова к провалу? Вот ты готова к победе? А ты к провалу готова или нет? Если у тебя будет провал. Человек недопонимает немножко. И почему у нее разочарование случилось? Она говорит, у меня, я, говорит, встретилась с двумя подругами. Они не вступили. И для нее это трагедия, понимаете? И поэтому я всегда говорю, если вы готовы к победе, да, то будьте готовы к провалу. И вы должны понять, что это нормально. Ничего в этом плохого нет. Просто не надо из этого делать трагедию. И первое, что вам нужно сделать, Марина, вообще это наставник должен делать, чтобы у новичка ожидания были максимально приближены к реальности. Потому что вступают на вдохновение всегда люди. Им кажется, о, круто, Сабир тут зарабатывает 2,5 миллиона. Я сейчас не про вас, Марин. Я вообще не про вас. Я в общем говорю. И они думают, а, кофигу, что Сабир там в 6 лет в сетевом, я сейчас всех порву на британский флаг, за месяц выйду на миллион. И когда у человека такие завышенные ожидания, у него происходит разочарование. Это у большинства людей так. И это тоже нормально. В этом нет ничего плохого. Просто человек, существо эмоциональное. Возьмите, распишите план со своим наставником, Марин, что, допустим, вы в неделю будете хотя бы проводить 3-4 встречи, и вы должны понять, что отказы – это нормально. Если у вас нет опыта, если у вас нет навыков продаж, их, скорее всего, нет. И что, люди вам будут отказывать, и это нормально. Ничего в этом страшного нет. Это тот период, который проходят абсолютно все. Это нормально. В общем, все, что нужно вам сделать, это настроиться правильно. Первое – настроиться правильно. Второе – выучить материал. То есть про компанию, про выгоды, про маркетинг-план, продукт. И начать проводить презентации. Третье – тупо начать проводить презентации. С сестрой, с мамой, с папой, с соседкой, с подругой, с братом, вот с сыночком даже, с зеркалом для начала. Это дочка. Вы должны, ну, там, с дочкой, вы должны наработать сейчас навыки. Вы кем работали до этого? В декрете сейчас с кем работаете? Я сейчас работаю, я банковский сотрудник, я менеджер по продажам. Уже очень-очень много лет. Да, вот смотрите, это очень круто. У вас большое будущее здесь. Я вас, во-первых, поздравляю. Марина, вы молодец, что пришли сюда. Но есть большая разница. Вот в банке, смотрите, люди сами приходят. И с ними легче работать. Ну, в основном, не все, конечно, но в основном, как бы люди уже заинтересованы. А в сетевом вначале придется, ну, попотеть, так скажем. То есть предложить самому. Предложить самому. Вот это вот уже другая позиция. И чуть-чуть сложнее с людьми общаться. И поэтому я и говорю, что если вам будут люди отказывать, просто имейте в виду, что это нормально. Это не у вас так, это у всех так. Мне пять лет назад тоже люди отказывали, и это нормально. До этого был опыт в сетевом где-то или нет? Ну, такие так тоже. Понятно. Ну, вот этот ответ, ну, все, уже обо всем сказал. Тоже я не говорю, что это плохо, но многие так говорят, это нормально. Опыт был небольшой потребителем, да. Пригласили 2-3 человека и все. Ну, как и у всех. Как и у всех. И все. И настройтесь не делать вывод, не делать никакого вывода в течение года. Понятно? Не надо разочаровываться в бизнесе за месяц. Некоторые люди за две недели, через две недели приходят, и они такие, блин, я провела одну встречу с подругой, она, блин, дура не вступила, все, этот бизнес не работает. Вот с такими словами приходят некоторые люди. Как будто подруга обязана была вступать. Она не обязана была вступать, это нормально. Это нормально. Поняли, да, что нужно сделать? Настроиться, усвоить материал и начать проводить встречи. И вот эти вот встречи, они не для того, чтобы подключить кого-то. Они не для того, чтобы заработать денег даже. Они для того, чтобы наработать ваши навыки и опыт. Без всяких ожиданий. Вот и все. Если у вас будут какие-то ожидания, ожидания, что, блин, подруга обязана подключиться там, или друг там, или кто, брат, сестра обязаны подключиться, тогда не получится. Спасибо. Сабир, спасибо за такой исчерпывающий, на самом деле, ответ. Я думаю, он для многих новичков очень-очень полезен, да, друзья. Поэтому вопросы и задаются. Есть у кого еще вопросы к Сабиру, к Радику, может быть, ко мне? Задавайте. Спрашивайте, только включайте камеру. Потому что следующий спикер у нас, кого я пригласила, да, Оскар, он, к сожалению, тоже не сможет выйти. Он говорит, я не успеваю. Ну, так складывается ситуация. Поэтому, друзья, если у вас вопросов нет, тогда я вас всех благодарю от души, искренне, да, за ваше присутствие, за ваше участие. Вопросы. В следующий раз, конечно, будем проводить какие-то другие темы, будем освещать, да, будем также делиться самым полезным. Ну, и тогда до новых встреч, друзья. Спасибо всем за участие. Благодарю. Всем хорошего вечера. Вы сейчас, кстати, можете включить камеру, давайте сделаем для контента, как мы это любим делать. Я сейчас вас всех-всех сниму на видео, кто здесь был. Включайте камеры, не стесняйтесь. Можно Сабиру задать, или он уже ушел? Ну, конечно, конечно, задавайте тогда, успевайте. Сабир, скажите, пожалуйста, а что для вас было все-таки самое сложное в бизнесе? Что вам приходилось преодолевать? Или, может, какие-то свои личностные качества? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Не понял вопрос. Что для вас самое сложное было в бизнесе? Может быть, в начале пути? Что преодолевать приходилось? Вот работать над какими-то качествами? Сложность сетевом какая была у вас? Не всегда все было гладко? Нет, не всегда все было гладко. У меня был такой случай еще в предыдущей компании, Ну, я же тоже боксер, да? Тоже человек эмоциональный такой, и был грубоватым. Не умел грамотно общаться, и даже людям грубил. И сейчас даже иногда жалуется. Но на самом деле сейчас я не грублю. Я сейчас прямо говорю, откровенно говорю. А люди не любят, когда им прямо и откровенно говорят. Они это воспринимают как грубость. Большинство людей прямолинейность воспринимают как грубость. И был такой случай. Ну, вот команда собралась, допустим, там уже человек 50, да? Это было еще в путешествиях. Не в этой компании. Я был буквально там полгода в бизнесе еще. И понятно, что вот пришли там 100 человек, из них только там 20-30 активные. Даже меньше, там 10-15 активные. Остальные это потребительные, остальные там наблюдающие, тусовщики. Я с наставником, с наставницей созвонился. И такой, блин, почему они такие бараны? Чего они ничего не делают-то? Я так высказал, надоел мне этот сетевой. Брошу нахрен. Она взяла и сказала, ну бросай. А что будешь делать? Я сказал, да на работу пойду. Она говорит, ну ладно, иди. Просто там такие же бараны будут тобой руководить. Вот и все отличия, говорит. Сейчас я, конечно, людей ни в коем случае не называю баранами. Тогда я был только полгода в сетевом. И вот это, наверное, для меня было сложно. То, что люди не включаются в бизнес. Люди как овощи. Кто-то как редиска. В мае посадили, в июне уже можно там кушать. А кто-то там как картофель. В мае посадил, только в сентябре. Можно употреблять пищу, так скажем. У всех разный период созревания. Просто надо, чтобы ваши партнеры, чтобы они действовали, чтобы они постоянно были в процессе. В процессе построения бизнеса. Есть глупые люди, наивные люди, которые просто пришли, там ходят, тусуются и думают, что, я же иногда говорю, вот все, что надо вам, это вступить к нам и тусоваться с нами два года. Вот если человек, который в найме, да, работает, в найме работает, у него вообще нету никаких навыков, ничего. Если он действительно или она придет к нам и два года с нами будет тусоваться, то реально жизнь поменяется. Человек не будет зарабатывать миллионы, но у человека другая энергия будет, другая аура, другое настроение. Все абсолютно, все очень сильно поменяется, потому что вот это окружение, оно меняет человека. Вот именно самое-самое сильное, что воздействует на человека быстрее всего, это окружение. Именно окружение. И если вы хотите быстрых результатов, то вам нужно тусоваться вот именно в этом окружении. В окружении немножко ненормальных людей. Я всегда говорю своей команде, не надо бояться быть ненормальным. Мы все ненормальные. Мы все ненормальные. Нормальные люди ходят на нормальную работу, получают нормальную зарплату. 20, 30, 40 тысяч. У меня человек 2,5 миллиона. Это разве нормально? Это ненормально. Изначально она настроится на то, что мы ненормальные, мы немножко съебанцой, извиняюсь за выражение. То путешествуем, то губает, то в Малайзии. Я сижу тоже и говорю, немножко съебанцой, немножко съебанцой. Он такой хоп и говорит, я говорю, бинго. Да, вот смотрите, нормальные люди ходят на нормальную работу и получают нормальную зарплату. У нас ненормальные зарплаты, ненормальные доходы, ненормальная жизнь. Вот и все. И надо понять, что вот это вот для меня сложно было, но как-то я это переступил, вырос над этим и все. Иду вперед. Елена, зарабатывание. Ответ отличный. И главное, все расставил по полочкам, как надо. Хорошо относить себя к такой группе, вот как сказал Сабир. Очень даже хорошо. Я имею в виду с ебанцой. Так, ну что, завершаем тогда, да, друзья? Давайте еще раз камеры. Я сейчас сниму коротенькое видео. Да. Спасибо всем вам за участие, за то, что вы все были на этом эфире. Всех, кого вижу, всех, кого слышу, да, чему-то тоже привет. Рада тебя видеть. Друзья, мы большие молодцы. Двигаемся дальше, растем. Вот. Через год, тут, я не знаю, тысячная команда будет сидеть, да, сегодня нас больше 70 было человек, ну, а уже через год, через там два, уже несколько тысяч людей будет. Поэтому я вас благодарю, рада была всех вас видеть. Всем желаю доброго вечера и отличного настроения. И самое главное, друзья, на этом эфире я больше, чем уверена, что вы получили все исчерпывающие вопросы, почему именно, да, мужчины приходят в бизнес и почему именно выбирают компанию. Все, всех люблю, всем пока. До встречи. Благодарю за крутой эфир. Благодарю всех участников, кто был на эфире. Всем огромная благодарность. Всем пока. Вы крутые. Ура! Спасибо всем. Пока-пока. Спасибо нашим мужчинам. Пока-пока. Пока. Эфир сохраню, выложу. Ребят. Продолжение следует... Продолжение следует...